Это почти живая крыса. Её хозяйка ещё совсем недавно была крутым офисным работником. Ну а нынче променяла соблаздительные заморские страны на скромную коморку кукольного мастера. Это сапожник, первая моя куколка, по мотивам сказки «Жовтики» моего друга. Такой вот добрый старичок, который никогда не мог продать свои сапоги, ботиночки. Кот ему помогал. Кот он более злющий, он с сердитым лицом, он показывает лапой на деньги. Деньги давай, сапоги покупай. У меня в жизни был период, когда я ощущала себя загнанной лошадью. И решила изобразить куклу с идеей, со смыслом. Вот она вот такая сидит, старушечка. Она устала, у неё тут хозяйственное мыло, у неё тут тазик с посудой. Веник, стиральная доска. Но при том, при всём, она модненькая. Страшненькие тоже хотят любви. Вот сидит она такая страшненькая, и гадает, любит, не любит. У неё целая куча ромашек. И когда у неё остался один лепесток, она обалдела, любит. Чичерина по Леонардо да Винчи, даму с горностаем. Не знаю, похожая на даму с горностаем, но пыталась изобразить. Люблю я таких вот, которые могут принимать позы. Эта девушка называется Долина. Я делаю шеи умышленно, слегка искривлённые и длинные. У меня девичья фамилия была Кузнецова, и преподаватель физкультуры тоже был Кузнецов. И когда на физкультуре он всё время говорил, Кузнецова, тяни шею, не позорь фамилию. Я не знаю, может быть, от этого. Вот честно, вот я сейчас вспомнила. Вот так. Мне нравятся всевозможные химеры, всякие чудища заморские. Химер, он вроде как злой и страшненький, но при этом очаровательный. Он очень прочный, он как каменный, на дубовой подставке. Вот охраняет жилище. Очаровательный парень. Также в живописи злые колдуны заколдовали принца, которого превратили в лебедя. Фея летит его спасать. Ангелы сопутствуют. Надписи на латыни, на французском, хотя, в принципе, не знаю ни одного, ни второго языка, но по тексту это всё соответствует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...